В Чувашии одна из партий собрала максимально возможное количество подписей через портал госуслуги. Речь идет о коммунистах России. Остальные четыре партии, выдвинувшиеся на выборах в Государственный Совет Республики и не имеющие льгот, также активно участвуют в этом процессе. Это «Зеленые», «Гражданская платформа», «Новые люди» и «Родина». В ближайшие дни эти партии тоже могут собрать максимально возможное количество подписей в электронном виде. Главное – успеть это сделать до 18 часов 30 июля. В этот момент заканчивается срок выдвижения и подачи документов на регистрацию в выборах в Государственный Совет Республики. На выборах в Государственный Совет Чувашской Республики пять политических партий участвуют без сбора подписей. Это четыре парламентские партии и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Остальные пять политических партий, которые заявились и заявили в списке кандидатов, должны собрать минимум 4606 подписей. Из них до 50% можно собрать подписи через портал Государственных услуг. Также кандидаты самого движения и кандидаты, выдвинутые пяти политическими партиями, тоже должны собрать подписи. В среднем это около 1300 подписей. Активность кандидатов при сборе подписей через портал Государственных услуг, она немножко ниже. Кандидаты от партии Коммунисты России и Российская партия «Зеленые» активно пользуются данной возможностью. Остальные кандидаты пока менее активно используют данный механизм. Собирают подписи обычным образом через подписные листы. Новшества этого года при проверке подписных листов будут впервые использовать специальный программный комплекс. Так называемый «умный сканер». Он автоматически проверяет паспортные данные и помогает выявить похожие подписи избирателей, если есть сомнения в их достоверности. Комплекс разработан в помощь избирательным комиссиям и экспертам-подчерковедам, которые будут проверять подписные листы. Но в любом случае решение о подлинности подписей принимает сама комиссия.